Написаны числительные языка ИАИ, на котором говорят на острове Луайоте в Меланезии. Каждая числительная больше предыдущего на двойку. Итак, ТХАБУНГ КЕ НУА ЛО. ТХАБУНГ КЕ НУА ВАК ЛИБИНУИТА КЕ НУА КХАЗА. ЛИБИНУИТА КЕ НУА КУН. ЛИБИНУИТА КЕ НУА ТХАБУНГ. ЛИБИНУИТА КЕ НУА ТХАБУНГ КЕ НУА ЛО. И ЛИБИНУИТА КЕ НУА ТХАБУНГ КЕ НУА ВАК. ТРЕБУЕТСЯ ПОНЯТЬ, ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ЧИСЛА. ПОВТОРЯЮТЬ. Числительные языка ИАИ, на котором говорят на острове Луайоте в Меланезии. КАЖДОЕ СЛЕДУЮЩЕЕ НА ДВОЙКУ БОЛЬШЕ ПРЕДЫДУЩЕГО. ТО ЕСТЬ ЛИБИ ЭТО ЧИСЛА ТИПО 28, 30, 32, 34, 36, 36, 36, 37, 37, 19, 21, 23 и т.д. ТРЕБУЕТСЯ ДОГАДАТЬСЯ, ЧТО ЭТО ЗА ЧИСЛА. РАЗУМЕЙТЕСЬ, СТРОГО ГОВОРЯ, ТАКОГО ТИПО ЗАДАЧИ НЕДДЯ РЕШИТЬ. ПОТОМУ ЧТО В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ, А МОЖЕТ БЫТЬ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАС, ОНИ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО ВОТ ЭТО ОБОЗНАЧАЕТ ДВОРЕЦ, ЭТО ОБОЗНАЧАЕТ ЯКОРЬ, ЭТО У НИХ БУДЕТ, НЕ ЗНАЮ, ЦАРЬ, ЭТО ЕЩЕ ЧТО-НИБУДЬ, ОТВЕТ. НО НЕ БЫВАЕТ ТАКОГО В ЯЗЫКЕ КАКОГО. КАКО-НИ ОДНО СТРАННОЕ СЛОВИЧКО, ЗАИМСТВОВАНОЕ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО ЗАИМСТВОВАНОЕ, КОНЕШНО БЫВАЕТ, НО ОБЫЧНО В ЛИНГВИСТИКЕ ЕСТЬ ЗАКОНЫ, ПОТОМУ ЧТО ПРОИЗВОЛЬНОЕ ЗВУКОСОЧЕТАНИЯ, НИКТО ПРОСТО ЗАПОМНИТЬ НЕ СМОГ. ЯЗЫК ПОДЧИНЯЕТСЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЯМ, ПУСТЬ ИНОГДА БОЛЕЕ СЛОЖНЫМ, МЕНЕЕ ПОНЯТНЫМ, ЧЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИ, НО ВСЁ-ТАКИ ДОВОЛЬНО СТРОГИМ. ПОЭТОМ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЛИНГВИСТОМ УДАЁТСЯ НАЙТИ СИСТЕМУ ТАМ, ДНЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД В ПРОИЗВОЛЬНО ПОРЯДКЕ НАПИСАНЫ БУКЛЫЧКИ. ДАВАЙТЕ, ДОГАДАИМСЯ. А именно надо ЧЁТНОМ ЗНАКО или НЕ ЧЁТНОМ? Надо понять, что это за число. Надо перевести на русский язык. Везде есть КИ. Перевести с языка ИАИ на русский. Все легко. Десять, это легко. А идея, можно ли говорить десять? Да, пожалуйста. Мне кажется, это будет больше сотен. Это не идея. Нет, понимаете, то, что вы сказали, это называется ваше подозрение. Вам кажется, что будет больше сотен. Да? Одно слово обозначает одну сошелку. А почему вы вообще уверены, что они пользуются десятичной системой счисления? Да. Ага. Ну, скорее всего, конечно, десятичный, пальцы у нас у всех десять. Другой вопрос. А почему вы уверены, что они цифры называют слева направо, а не наоборот? Вообще, бывают народы, которые числа читают не начиная с сотен, а начиная с единиц. Вообще, даже в письменности, вы знаете, бывают, когда читают, не так, как мы с вами привыкли. Бывают самые разные способы чтения, даже письменного текста. Ну, подсказка. Задача очень легкая. Здесь как раз вот этих вот любимых лингвистических шуточек нет. Здесь все совсем-совсем просто. Я очень хорошо помню, как в электричке как-то раз мне довелось ехать с одним физиком и представьте себе. Алексей Васильевич Селиверстов, преподаватель физики, вдруг увидел у меня какой-то очередной листочек для какого-то там кружка или олимпиады, не помню уже чего. Вот, посмотрел и вот буквально ну вот совсем-совсем вот времени вот так посмотрел и все. И сказал, а правда что? И дальше правильный ответ. Меня это тогда абсолютно удивило, как человек, но он физик. То есть он уже что сказать, сразу томатическое мышление. Человек. А, то есть он за 5 секунд? Ну не 5 секунд, но меньше минуты. Давайте так. Вы должны просто сказать, что это за число. Можно угадить? Нет, нельзя. Это нечестно. 2,4. Нет. Может либинуито это 1 десяток? Ну да, либинуито это действительно есть. Это вы правы. Атабунга-то 9? Что? Атабунга-то 9? 5. Что-что? Атабунга-то 9? Атабунга-то 9. Ну а почему 9? Почему он думает, что это 7? Потому что числа чередуются на 2. Кия, это может быть 0? Кия, но вак, это 9. 6. Может Кия, это 0? Вот эта первая строчка, это число 96. Ай, нет. Не угадали. Я не угадал. А, вас интересует, что такое повторяющиеся везде кемо, да? Ответ. Поскольку оно везде повторяется, то невозможно это узнать. Понимаете? Может быть, это молитва их богам. А может быть, это обозначение для русского слова «и». А может быть, для слова «плюс». А может быть... Понимаете, ребята? Мы не узнаем. И не узнаем, потому что, если бы это где-то варьировалось, вы могли бы найти закономерность. Я по этому поводу любимый рассказ биологов. Вы знаете, что нервы могут передавать только ту информацию, которая меняется? Знаете? Вот докладываю. Нервная ткань, нервные волокна так устроены, что если информация постоянная, то нервы это не могут передавать. А теперь вопрос. Если я смотрю на неподвижную стенку, вот на эту, вы согласны, что я вижу любые пятнышки грязи, там, к сожалению, стенка грязная немножко, но ничего, вымойт когда-нибудь. Вот, но я их вижу. Да? Как так? Знаете механизм, который придумала природа для того, чтобы я мог видеть неподвижную стенку? Или вот камера стоит. Вот она точно на штативе, неподвижная. А я ее вижу. Кстати, в отличие от многих животных, животных, которые действительно не видят неподвижные, наверное, бывают животные, которые просто не видят неподвижные предметы. Вопрос. Чем я лучше? Почему я вижу, а они не видят? Потому что вы человек. А? А у вас глаза. Отлично. Что у меня есть в глазах? Можно? Да. У вас пристала есть в глазах? Глазная. Ну, вообще-то у меня в глазах ровно то же самое, что у вас. У вас, наверное, задний, про рождение головы, это, наверное, генетически развитые лобные части задних. Понимаешь, какие бы у тебя ни были, ни лобные, ни там, задние, ни лобные задние, у тебя все равно нужно, нужно, чтобы информация по нерву была бы передана от сетчатки в мозг. Да. А нерв не может передавать не меняющуюся информацию. Получается, что если я сейчас встал, и если камера сейчас не движется, она действительно не движется, то когда я на нее смотрю, у меня изображение должно исчезнуть, потому что, пока я перед двигал головой, то камера, наверное, понятно, она двигалась относительно меня, я бы ее должен был видеть. А если, вот если, когда я замер, а она не пропадает, да? А, по-моему, когда видишь, глаз видит все перевернутым, и когда доходит до мозга, какое отношение имеет перевернутый или не перевернутый? Действительно, там есть что-то вроде линзы, хрусталик, но это не имеет отношения. Неподвижно или неподвижно, неважно, да? У нас очень много нервых, и каждый, не носит одновременно нервы. Никакой. Нерв не может передавать неподвижную информацию. Понимаете, когда вот я дотрагиваюсь до стола, я ударился подушечами пальцев, то, конечно, там произошло возбуждение, я это почувствовал. Но если, слушайте, неужели такой эффект вам неизвестен? Когда входишь в помещение, где раздается ровный гуд, сначала кажется, что страшно шумно, пройдет некоторое время, и ничего не слышишь. Пролкаешь, ливыкаешь. Да, это тот самый эффект. В темноте. И к чему угодно. Понимаете, не может нервный, нерв передавать постоянный сигнал. А тем не менее, парадокс, вы прекрасно видите неподвижную стену, и при этом вам не нужно вокруг нее бегать. Понимаете? Я чувствую, что никто не знает, да? Ответ очень простой. На самом деле, у нас действительно есть специальная мышца, которая наш глаз, извините, дергает. Дергает, да, кстати. Несколько раз в секунду. Ты моргаешь. Специально. Нет, не моргаешь. Нет, это не моргание. А целиком поворачивается. Потому что если бы этого не было, то мы с вами видели бы мир именно как лягушки. То есть, видели бы только движущиеся предметы. Кстати, это на опыте проверяли. Очень простая штука. Брали материал, из которого делают линзы. Вот не очки, как у меня, а бывают такие накладывающиеся линзы. И делали линзы, делали линзу следующим образом, как сказать, непрозрачную, а наоборот, с внешней стороны ее закрашивали. А с внутренней стороны делали там ну что-то вроде картинки. Так вот, что было после этого? Когда человек надевал на себя такую штучку, то первую секунду он видел эту самую наклеенную на глаз картинку. Ну понятно, освещение происходит отсюда. Он видел, что там нарисовано. Но поскольку она, извините, дергается вместе с глазом, то он видел, как она словно растворялась. И через некоторое время этот глаз уже ничего не видел. И это не то, что он навсегда лишился глаза. когда снимал линзу, то зрение абсолютно восстанавливалось, все нормально. Зрение абсолютно не портило. Потому что, повторяю простую мысль, нерв умеет передавать только изменения, а не может передавать постоянный сигнал. То значит, если мы зайдем в темную комнату, не в подвижную комнату без предметов закромных, за собой дверь мы ничего не увидим? в темной, в абсолютно темной комнате мы, разумеется, ничего не увидим. Со светом не подвижная комната, без предметов. Еще раз, механизм, который позволяет нашему глазу менять картинку, он у нас есть у каждого и он работает все время. Эти числа должны быть шестеркой пункты салата. Почему? Пункт. Либо девяткой. Нет, садись, садись. Ребята, нужны какие-то аргументы, а не просто так я работаю в школе номер 1543. Это на юго-западе такая там замечательная деревня, очень пожилой человеку, больше 80 лет, Юрий Владимирович Завельский. Так вот, представьте себе в эту школу из вершин власти самых-самых верхов приходит распоряжение. нужно заниматься лингвистическими работами. Ну, понятно, что к кому пойдут с тем, что нужно заниматься лингвистикой. Но не к преподавателю французского языка, правильно? И не к преподавателю английского, и не к преподавателю немецкого. Вернее, к ним тоже пошли, но в том числе пошли и ко всем остальным. и ко мне. И вдруг я получаю на электронную почту там «Здравствуйте!» там со всеми, значит, эпитетами, как они меня любят и так далее, и так далее, какой я хороший учитель математики, не могли бы вы срочно расписать план своей работы на этот год как лингвистического исследователя? Вот радость подумал я. Знаете, так вот, да, на старости лет взять и быстренько поменять профессию. Дело в том, что вообще надо относиться к лингвистике с уважением, это огромная наука, вот, и поверьте, что просто так вот взять и совершить там пару открытий, да? Вот. Но что я отвечаю на это? Легко. Самого высокого уровня. потому что на летней школе была Светлана Анатольевна Бурлак, она составитель лингвистической олимпиады, работает на мифологическом факультете, и так далее, и так далее, и давайте просто лекции за меня прочитает она. Вам же без разницы, вам лишь бы работа была сделана, правильно? Вам лишь бы были лингвистические задачи, вот, она прочитает лекции, значит, мы их запишем, и школа отчитается, и все будет хорошо. Кстати, так уже и сделано, и первая из ее лекций уже в интернете лежит, на лектории Малого Мехмата она прочитала, записана, так что, пожалуйста, кому интересно, подсказка. Смотрите, пожалуйста, вот здесь происходит прибавление двойки, четверки, посмотрите, в какой момент мы прибавим десять. такой же, когда-то произойдет, вот этот плюс два, плюс четыре, шесть, восемь, десять. Вот так, вот это. Надо сравнить эти две строчки. тхабунг кенуа ло, тхабунг кенуа ло. А знаете, что интересно? вот здесь вот. Тхабунг кенуа вак. Нет, я не знаю, сколько это. Я не знаю, сколько это. Но я очень хочу, чтобы сравнили эти две записи. И, кстати, ровно поэтому, скорее всего, репенует это десять. Помните, кто-то сказал, и я согласился. Действительно, очень похоже, что лебенуито это действительно десять, а кенуа это что-то вроде знака плюс. А может, лебенуа это кенуа вместе, это десять? Хотя да. Я уже объяснял, что мы это никогда не узнаем. Хорошо, плюс. Просто никогда нет. Плюс. Или спитая, или еще что-то. Мы это никогда не узнаем, потому что у нас слишком маленький кусочек текста. куда-то стеки. Хорошо. Дальше. Может, сам будет это четыре? Мне же нужны доказательства, какие-то объяснения, а не просто слова, что может быть это четыре. Может быть, а может и не быть. Предпоследняя строчка, там переход на другое число, соответственно, число большее. Соответственно, это четное число, и число на один раз большее. на один десяток большее. На один десяток большее. Ну что? Два последних числа на один десяток большее, чем... Это правда. Два последних числа на десять большее, чем... А вот на первой точке тха будет написано, а на пятой тоже в конце последних слов. Еще. Это число нечетное, потому что, если бы это было нечетное число, то и перехода через десяток не было. Как? То есть, все нечетные числа меньше десяти? Нет. У них никогда не бывает перехода через десяток? Можно я покажу? Предположим, это один, предположим. Это три, значит. это пять, это семь, это девять. Тогда перехода не получится. Одиннадцать, что будет? Нет, но это следующее тогда. Одиннадцать, это два, это четыре, это шесть, это восемь, это десять. Вот тогда будет переход. Вот как раз десять переход. Я не понимаю. Нет, вообще переход через десяток, он явно состоялся вот в этом месте. потому что это уже десять. Ну, вы, конечно, можете фантазировать, что это может быть десять без скольки-то. Такое, в принципе, тоже бывает в некоторых языках. Но здесь задача совсем простая, здесь такого эффекта нет. трамплика, это четыре, а ло, это еще три? Нет. Это трамплика, это десять. Это девяка, шесть три. Давайте еще раз. Точно, что это уже десять, и, скорее всего, это больше десяти, а это меньше. Вам так не кажется? двадцать. Давай. Давай. У меня получается первое равно семи. Мне же нужно, мне нужно рассуждение, ваше. Ну, я предложил, что хаунг будет пяти. Значит, ло будет двум, значит, баг, следующее, на два больше, четыре. И хаунг будет пяти. Хаунг будет два. Либо мне это десять. Да. И сходится. Десять. Тогда это будет уже последующее число один. Отлично. Тоже десять, будет три. Да. Десять и пять. Будет пятнадцать. Отлично. Хаунг, это у нас уже десять. Пять и два. Семнадцать. Семнадцать. Отлично. И десять, пять и четыре. Четыре. Девятнадцать. Ну что, молодец. Я повторяю, что, строго говоря, может быть у них и не так. Потому что вдруг они придумали совсем хитрую систему счётов. Но с огромной вероятностью именно так. Семь, девять, одиннадцать, тринадцать. Потому что эта система простая. И вряд ли люди, если у них уж так записывается, вряд ли люди осложняют себе жизнь, придумывая что-то более хитрое. Следующая задача будет тоже по лингвистике, тоже о числах. Значит, смотрите, ребята, представьте себе, что три записывается как ре на айнском языке. Одиннадцать это шиня и кашма ванн. Дальше, двадцать два ту и кашма хотня. Еще есть четыре числа. Тридцать семь. Арван и кашма ванн е ту хотня. Дальше, 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 тридцать семь. Арван и кашма ванн е ту хотня. Сорок семь. Арван, тот же самый Арван, замечаем, и кашма ту хотня. Девяносто три. Ре и кашма ванн е ошибня хотня. И, наконец, сто тридцать пять. Ре и кашма и кашма ванн е арван хотня. А вот следующая важная штука, ребята. Вопрос в таких задачах иногда помогает решить. А именно, вопрос звучит так. Скажите, пожалуйста, как перевести на русский язык ванн е ре хотня. Я не уверен, что это здесь так, но бывает. Поэтому я тоже на доску это выписал. Итак, задача. Три это ре 11 шиня и кашма ванн 22 ту и кашма хотня 37 арван и кашма ванн е ту хотня 47 арван и кашма ту хотня 93 ре и кашма ванн е ашик не хотня 135 ой, я ошибся, простите, я ошибся, я не то переписал. Это в рене. Ашик не простите, ребята, ашик не и кашма здесь было не ре, а здесь было ашик не 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 кашма ванн е арван хотни. Задача. Как будет ванн е ре хотни? Ну и еще потом там есть уточняющие вопросы. Запишите по-аннски такие числа. Единицу, пятерку, 12, 53, 100 и 200. Знаете, как эти устроители лингвистической олимпиады иногда шутят? Они делают так, что задачу нельзя решить, пока не прочитаешь вопрос. То есть зная, что на вопрос можно ответить, вы получаете какую-то из этого информацию и рассуждаете. Иногда так у них бывает, но не всегда. Так, давайте анализировать. Значит, ре это все сразу поняли, это три, это прямо написано, а вот дальше ужасно. Видите, 11 это уже шиня икашма ванн. Что же такое интересно это самое икашма? Десяток, девять и семья. А икашма нам не нужна. А, кстати, да, плюс. Икашма, она, заметьте, почти везде есть. Давай, нет, это не значит плюс. Тут, понимаете, в зависимости от сложности задачи, если бы это была задача, не для начинающих, потому что это, конечно, безусловная задача для самых-самых начинающих. Если бы не для начинающих, то, возможно, были бы все эти варианты. Но, действительно, давайте считать, что это плюс. Еще тут повторяюсь одно слово. Какое? Вот это. Хотнее? Хотнее, да. Нет. После 11 нет. Иногда есть, иногда нет. Почему? Часто оно есть, действительно, а вот в начале его нет. Она начинается после 2 шин. Что-что? Он шин это 10. Понятно. То есть, вы считаете, что это самое шиня, это 10. Да. Я считаю, что в уходхе уходне, оно бывает всегда после 2 десятка. Почему? нет, что-то второе десяток. После откуда. После. У меня ввиду, после, когда 2 десятка. Вот смотрите, кстати, вот здесь хорошая вещь. Ре это все-таки тройка. Давайте мы просто пройдем везде и просто отметим, что это тройка. Это же надо помнить, правда? Ре это тройка. Да, Ваим. Вот можно показать? Да, конечно. Я не могу произносить этот слов. Тогда получается вот это это 90. Да, конечно, это 90. То есть, они начинают с единиц, да? Они начинают называть число с единиц, скорее всего. Да, и что? О, слушай, а шутку Орвана это сия. Орвана это сия. Здорово. Хороший он. Да. Ту это значит двойка. Ту это значит тухотнее. Ту это два. Ту это два. Хоть нет. Хоть нет. Это вряд ли двойка. Это что-нибудь немножко другое, ребят. очень похоже на 20. Ту кажется двойка. Ту это двойка? Да, а хоть не тогда двадцать. А как тогда здесь будет ван е, ту хоть не? Ван е это один. А ту это два, и хоть не это двадцать. двадцать. Ну, это два, хоть не это двадцать. Это я даже готов поверить. Это два, это двадцать. А что такое ван е? Ван е значит сорок плюс десять. А, сорок плюс десять. Это восемь. вот интересно, если это у нас двадцать, что такое тогда ошибни пятьдесят. Ошибни пять. Правда, вот здесь вот. Это пять. Это похоже. с последней цифры начинаем. Пятерка, а дальше как сказать сто десять. Арван это семь, хоть не это двадцать. А что такое ван е? Ван е это ван десять. Ван десять. не десять. Это восемь. Так у нас было бы, семь на двадцать это сто сорок до десять было бы сто пятьдесят. Это десять. Минус десять. Совершенно верно. Вот это самое ван е это минус десяток. Вот здесь вот минус десяток. А вот так бывает такая вещь. Мы можем сказать смотрите, время вот сейчас двадцать минут шестого. вот так мы говорим? Да. А бывает иногда без двадцати. Это совсем другое, да? Но так мы тоже иногда говорим. Это нормальная конструкция. Без пятнадцати семь. Говорят? Да. Говорят. вот итак смотрим что такое шиня и что такое ванн. Ванн один. Мы уже можем шиня один ворот. Ванн один. Шиня это один. Ванн это десяток. Получается десять, один и один и десять. десять. Отлично. Это два. Александр Васильевич? Да. А вон там 37, значит где это минусы, а ванн это десять. Совершенно верно. Это десяток, а вот это что-то без. Ну вот в том смысле, что без этого десятка два раза по двадцать. Число тринадцать. Так, здесь два раза двадцать. Слушайте, по-моему, мы разгадали. Тринадцать. Ошибнее это пять. Пять на двадцать. И здесь вот опять то самое без нашего десятка. Так, проверяем. 140 это наша любимая без десятка. Получается ванн е, давайте, давайте, мне интересно. Без десяти три по три двадцать. По три двадцать. Так, три раза по двадцать это сколько? Шестьдесят. Без десяти. это будет число пятьдесят. Отлично. Теперь давайте, правда, что единица это шиня? Да. Очень похоже. Дальше, что такое пятерка? Пятерка ошибная. А шиняя. Пятерка ошибная. Класс. Что такое двенадцать? Это бантур. Ту ту ван. Ту ван. Нет. Ту ван. Ту ван. Ту ван. Ту ван. Ту и каш ван. Ту и каш ван. Ту Вы забыли, у нас же везде здесь и каш ван. Смотрите. Ту и каш ван. Это двенадцать. Отлично. Что такое пятьдесят три? Это надо взять вот это пятьдесят. Ре и каш ре и каш ма дальше а дальше вот это да ван ге ре ход не да ван ге ре ход не отлично по моему все у нас пока получается что такое сто вот оно сто ошиб не ход а что такое и и у а а а а я не уверен а вот это я уже не уверен то что они считают по двадцаткам это правда а вот где у них слушайте дело в том что 200 это же у нас 10 20 нет нет ван 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 есть ошибки ход нет это 100 это правильно надо действовать ван охотно ван 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 это просто напросто у них ван ван это 10 раз надо взять 5 по 20. А 100 тогда? А 100 мы уже сказали. 100 это ошибки ходят.